Время новостей на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрц. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. В Гродно снова побит температурный рекорд. Второй день подряд. Кому стоит опасаться последствий такой погоды и что делать, чтобы сохранить здоровье? Актуальные советы медиков. Подготовку молодых ученых и внедрение их разработок в реальный сектор экономики обсудили во время заседания экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики Национального Собрания. Дорожный рабочий, продавец на рынке или офисный сотрудник. Расскажем, как в экстремальных погодных условиях трудятся гродницы. В Гродно и районе двумя компонентами привились 5,5% населения. В стране продолжается вакцинация против коронавируса. Искусство в отпуск не уходит. Что посмотреть в культурном центре фестивальные? В Гродно снова побит температурный рекорд. 22 июня в городе была зафиксирована температура 31,2 градуса, что стало самым высоким показателем за 60 лет наблюдений за этот день. Накануне 21 числа столбики термометров в Гродно также продемонстрировали максимальную температуру, побив многолетний рекорд. А что касается среды 23 июня, днем воздух прогревался до 32 градусов. Если учесть, что предыдущий максимум принадлежал 1972 году с температурой плюс 30, есть все шансы побить рекорд снова третий день подряд. Из-за сложных погодных условий в Беларуси объявлен красный уровень опасности, что привело к расширению районов, в которых введен запрет на посещение лесов. И если днем ранее это было чуть более 30 районов по всей республике, теперь это уже 63. Полностью закрыты лесогомельской области. Что касается нашего региона, пока ограничения не затронули лишь Ашмянский район. Посещение всех остальных в этот период чревато штрафом от 12 базовых величин, а это около 350 рублей. Снятые запреты на посещение лесов будут, как только в области установятся оптимальные погодные условия. Гродинское лето в буквальном смысле в полном разгаре. И пока некоторые горожане, находясь в заслуженном отпуске, выбирают озеро для купания. Те, кто находится на рабочих местах, всеми силами пытаются спастись от высоких температур. Переносить жару в 30 градусов – задача не из легких. Однако особенно сложными такие погодные испытания становятся для людей, чьи профессии неразрывно связаны с работой на улице. Продавцов, водителей общественного транспорта и сотрудников дорожных служб. Как представители этих профессий работают в такую погоду, узнавала наша съемочная группа. Знойная жара в плюс 30 градусов, яркое солнце и отсутствие ветра. Именно такими выдались последние несколько дней для гродницев. Спасаться от высоких температур и палящего солнца в выходные дни куда проще. Горожане планируют свой отдых на водоемах или доступных акваториях и, конечно, уезжают на дачи. Ведь там, на свежем воздухе и под тенью деревьев, куда проще, чем в многоэтажке. Гораздо сложнее приходится гродницам в будние дни. Сохранять работоспособность и бороться с жарой одновременно приходится представителям едва ли не всех отраслей. Однако тяжелее всего тем, у кого работа на улице. Татьяна Агьевич в сфере торговли уже 8 лет и на рынке продает в основном то, что выращивает на собственном огороде. Летняя пора ежегодно для нее сулит особенно много работы. Прополка, регулярный полив и сбор овощей и фруктов. Ну и, конечно, финальная реализация. За столько лет профессионального стажа к жаре женщина уже привыкла и реагирует на такие трудности с улыбкой. Вчера у нас был кондиционер. Ветер такой хороший был, ветерок отлично. Было прохладно. Но сегодня как-то ветра нету, наверное, парит, дождь будет. Ну, конечно, как-то сложно, но нужно все продать, реализовать, потому что нарастили большая теплица, клубники. И куда девать? Все надо продавать. Ничего, успеваем все реализовать, потому что люди приходят, пробуют, покупают вкусно, и еще приходят. И все реализуем. В такие жаркие дни, признаются продавцы, на рынок они привозят ровно столько товара, сколько смогут продать за день. Сами продукты, конечно, стараются помещать в тенек, или в прохладное помещение, если такая возможность имеется. Но вблизи прилавка с зеленью, салатом, сельдереем или петрушкой всегда стоит дежурный пульверизатор. Некоторые продавцы используют еще один лайфхак. Опускают корни растений в воду, а перед продажей обрезают. И все же, если на рынках есть навесы, и в некоторых случаях продавцы могут установить маленький вентилятор с подключением к дорожному блоку питания, то вот у работников дорожной службы такого шанса нет. Находиться у дороги в такую знойную погоду уже очень сложная задача. Куда сложнее тем, кто работает на таких объектах. В эти дни асфальт укладывают люди, у которых большой стаж работы, и они уже привыкли как к высоким, так и к низким температурам. Но сами они признаются, молодому специалисту такую задачу не выдержать. Сергей Новиков асфальтопитонщиком трудится уже больше 20 лет. И за это время мужчине приходилось работать в разных погодных условиях. В дождь, снег или даже сильный ветер. Вот только в жаркую погоду, признается специалист, укладывать асфальт особенно тяжело. Бригада спасается только холодной водой. Работаем уже как бы две недели в такую жару. Ну, сложно, очень сложно, но человеку, который привык, навыки навевается, привыкаешь к этому, ну, конечно, тяжеловато. Дело в том, что еще асфальт горячий и сверху температура. Ну, мы стараемся обмываться, тепем как-то потихонечку. Особенно, когда движение, тут еще движение особо меньше, а когда особо движение, тут не повернуться ничего, и постоянно надо быть во внимании, ну, жара, конечно, отвлекает. И все же, даже в жаркую погоду сотрудникам нужно приходить на работу. И здесь уже задача нанимателя – создать комфортные условия труда, будь то в офисе, в цеху или на строительной площадке. Такие требования прописаны в постановлении Министерства здравоохранения. За выполнением этих нормативов, к слову, также следят специальные комиссии. Закон обязывает нанимателя создавать условия труда, которые не угрожают здоровью и жизни работников. Если температурный режим превышает допустимые условия, то организм человека находится в опасности, и, конечно же, наниматель должен обеспечить изменение регламента работы на данном участке работы путем введения дополнительных перерывов, сокращения рабочего дня, перенос рабочего дня на более раннее время. Кроме этого, регулируются эти вопросы законом об охране труда. В ближайшие несколько дней столбики термометров существенно не опустятся вниз, а потому горожанам нужно беречь себя и свое здоровье, пить больше воды, носить головные уборы и стараться даже в насыщенные трудовые будни делать небольшие перерывы на отдых. Анна Соловей, Андрей Шиповалов, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Рекордные высокие температуры удивляют не меньше, чем суровые морозы этой зимой. Стабильные плюс 30 в Гродно стали уже достаточно привычными, но от этого не менее утомительными для горожан. Из-за отсутствия ветра и какого-либо намека на прохладу, палящее солнце остается единственным спутником этим летом. В среднем в этот сезон порядка 50-60 человек ежемесячно обращаются в Гродненскую центральную поликлинику с жалобами на посредствия пребывания на активном солнце. А потому медики советуют сократить время пребывания на улице. Особенно это важно для людей, перенесших онкозаболевания, а также тех, у кого большое количество веснушек или пигменты гневусов, доброкачественных родинок. Эти люди подвержены высокому риску развития меланомы кожи. И тем не менее защитить себя от воздействия прямых ультрафиолетовых лучей нужно всем, соблюдая определенные правила. Не находиться с 10 утра до 4 часов дня под прямыми солнечными лучами, надевать одежду свободного кроя из хлопка или льна, носить головные уборы широкими полями и, по возможности, все места, на которых имеется большое количество пигментных новообразований, закрывать от солнца. И обязательно пользоваться солнцезащитными кремами с SPF, защитой 30+. Если этого не делать, достаточно часто эти невусы перерождаются в диспластические. Это как предопухолевое заболевание кожи. Могут проявляться зудом, ржением, покраснением. Ну а в последующем из таких невусов развивается рак кожи либо меланома. Эта форма злокачественных новообразований является одной из самых агрессивных. Достаточно бурный рост, часто метастазирование, даже при выявлении на ранних стадиях. Поэтому, чтобы не провоцировать такого плана новообразования, легче предупредить болезнь, чем ее потом лечить. Особую опасность высокие температуры несут для беременных. В первую очередь перегревается не только женщина, но и ее ребенок. Последствия могут быть разнообразные, вплоть до самых опасных. Учитывая данную ситуацию погодную, сейчас на приемах мы все чаще видим, что женщины приходят с выраженными отеками. Необходима определенная терапия, они у нас на определенном наблюдении. Если же данное состояние не корректируется в условиях дневного стационара, значит, мы кладем женщину в стационар под наблюдением. Самое серьезное, то, чего мы боимся, это, конечно, гистос. И вследствие могут быть преждевременные роды. Мы все хотим, чтобы наши мамочки были здоровые, донашивали здоровых деток, рожали в срок, чтобы все были здоровы. Подготовку научных кадров и их аттестацию обсудили на пленарном заседании экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики Национального Собрания. Встреча прошла на базе Купаловского университета. В ней приняли участие Наталья Качанова, председатель Совета Республики Национального Собрания, парламентарий и ректор университетов страны. Один из вопросов, который требовал обсуждения, это подготовка научных кадров в высшей школе. Иными словами, как мотивировать молодых людей с учеными степенями приходить работать в ВУЗы? Предложений было достаточно высказано много, начиная от каких-то льгот и преференций для молодых ученых, заканчивая тем, что сегодня, может быть, даже не искать этих талантливых, так скажем, рационализаторов, потому что не сказать, что это ученые, которые работают на производстве, на предприятиях, но которые в силу того, что просто не хочет этим заниматься, этой бумажной работой писать, оформлять как-то свое открытие, они просто иногда уходят в тень. Кроме того, на заседании обсудили не только условия для прихода специалистов, но и возможность выполнения диссертационных исследований на высоких мировых уровнях. Это связано с тем, что научные открытия не должны иметь исключительно теоретический характер, а быть практикоориентированными. Это требует соответствующих руководителей научных, и мы говорили о том, чтобы повышать их ответственность за подготовку кадров в высшей научной квалификации. Необходимо серьезное обновление материально-технической базы, потому что сегодня наука развивается очень динамично, и процесс обновления материальной базы является фактически непрерывным, постоянным. Ну и, конечно, востребованность научных разработок в реальном секторе экономики. Мы сегодня должны понимать то, что наши предприятия должны быть инновационно восприимчивы, они должны идти навстречу ученым, они должны идти навстречу тем людям, которые сегодня выполняют научные разработки, для того, чтобы все мы с вами ощутили их в нашей жизни. Работа по привлечению молодых ученых в стране ведется давно, и это заседание – один из этапов. Планируется, что в конце года будут подведены итоги, которые продемонстрируют, что сделано для разрешения вопросов научных кадров в университетах. Заниматься наукой – это должно быть призвание. Далеко не каждый может заниматься наукой. Поэтому действительно таких вот ребят для этого должна быть система. Эту систему нужно начинать, формировать этот поиск, нужно начинать еще в школе. В Беларуси выявили первый случай индийского штамма коронавирусной инфекции. При этом Министерство здравоохранения сообщает, что за пределами Минска этот вариант инфекции пока не обнаружен. По информации специалистов, индийский штамм может быстрее распространяться, чем другие. При этом информации о том, что он более опасен – нет. Медики говорят, что активная вакцинация против коронавирусной инфекции может способствовать легкому перенесению заболевания новым вариантом вируса. Тем временем в стране с января проходит иммунизация населения. Сначала были привиты группы людей, которые по роду деятельности наиболее подвержены заражению. Это медики, педагоги, работники общественного питания и транспорта. А позже началась вакцинация массового населения препаратом российского производства «Спутник Ви» и китайским аналогом. На сегодняшний день первым компонентом привято около 32 тысяч человек. Это составляет около 8%. Второй компонент получил 22 тысячи человек. Это где-то 5,5%. Для того, чтобы сформировался устойчивый иммунитет, необходимо, чтобы прошло не менее трех недель после второй вакцинации. Вакцинироваться рекомендуют людям старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями. По статистике у этих людей в случае заражения инфекцией заболевание протекает в более легкой форме. В любом случае перед прививкой каждый пациент должен пройти осмотр у врача, чтобы выявить, есть ли возможные противопоказания. Также работают мобильные бригады, которые выезжают для вакцинации на предприятия города. Такая процедура возможна при наличии как минимум 20 сотрудников, желающих привиться от коронавируса. Также после получения второго компонента можно получить сертификат о вакцинации. Выдают его в той поликлинике, где проводилась прививка. Стоимость 5 рублей. Тем временем, по данным Минздрава, за последние сутки в стране было выявлено 802 новых случая. Накануне, по официальным данным, было более чем в два раза меньше. 22 июня выявили 398 случаев. Всего же с начала пандемии в республике зарегистрированы более 412 тысяч случаев заражения COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 3072 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Исторические личности, языческие боги и архитектурные жемчужины. В культурном центре фестивальны открылась выставка «Скарбы Беларуси». Этот арт-проект создали воспитанники Гродненской художественной школы. И несмотря на то, что возраст авторов разный, все работы выполнены на одинаково профессиональном уровне. Объединенная одна тема, экспозиция делится на две категории – живописные картины и выполненные в технике батик. Посетить ее гродницам будет определенно интересно. Хотя бы для того, чтобы увидеть авторский взгляд на хорошо знакомые каждому объекты. Свято-Покровский собор, Несвежский замок и пешие улочки Гродно. Великая княгиня Барбара Радивилл и языческие боги. А еще десятки ярких пейзажей, передающих летний колорит и поддерживающих солнечное настроение. Выставка будет демонстрироваться до 20 июля. Впрочем, за этот период ряд обновлений пройдет в других экспозиционных залах. В ближайшее время у нас откроется в малом зале еще выставка, посвященная Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Лебедеву, почетному гражданину города Гродно. Это будет небольшая фотовыставка на 18 работ, работы Михаила Исаченко. Ведем, конечно же, переговоры о еще одной небольшой выставке, которая тоже, надеюсь, к 3 июля тоже будет приурочена. Выставка очень интересная. Это будут модели военной техники. Пока что не буду раскрывать имя автора. Все-таки сохраним небольшую интригу. И, конечно же, тоже всех наших жителей приглашаем на эту выставку. Все-таки модели военной техники очень детальные, очень тонко проработанные. Не каждый может похвастаться такими работами. Очень насыщенным в культурном плане будет август. И уже распланировано все выставочное пространство фестивального и на сентябрь. К слову, помимо экспозиций, которые тут регулярно обновляются, в культурном центре продолжают традицию проведения проекта «Арт-среда». Напомним, родился он в прошлом году, когда из-за прихода пандемии стали отменяться мероприятия, проводимые в помещениях. Так, концерты, выставки и мастер-классы переместились в уличное пространство. Проводятся такие проекты преимущественно летом на площадке возле фестивального. Стать ее участниками и зрителями могут все желающие. 24 и 25 июня с 14 до 17.00 будет работать открытая приемная для бизнеса. Ее проводят в целях повышения грамотности в сфере ведения дел. Каждый желающий будет иметь возможность получить индивидуальную консультацию по вопросам осуществления предпринимательской деятельности у квалифицированных специалистов Фонда соцзащиты населения, землеустроительной службы, пожарной, налоговой и других служб и ведомств области. Кроме того, во время встречи бизнесмены смогут высказать проблемные вопросы, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, а также внести предложения по ведению бизнеса в своем регионе. Напомним, встреча пройдет 24 и 25 июня с 14 до 17.00 по адресу Гродно, улица Лицкая, 1. Яркий и эмоциональный рассказ о посредней любви в жизни легендарной певицы Эдит Пиаф. Уникальная музыкально-мистическая мелодрама «Эдит Пиаф и ее демоны» в исполнении Академического театра из Владивостока. Не пропустите 2 июля на сцене Драматического театра. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова